и так сегодня на субботу а это значит снова походы причем этот раз мы поехали на два дня всего потому что я хочу покорить тяжелую вершину а сегодня нас по идее по логике быстрее легкий поход вот на вот это плато подняться там на гору для это нужно будет пересечь нам речку поэтому мы идем босиком внесем ботинки с собой вот сегодня у нас понесли легкий поход вечером вернемся место для кемпинга уже куплено шашлычок приготовлен замаринован мы пожарим и после этого переночуем подъем 4 утра собираемся и выходим так что где-то в 5 утра уже выйти вот не выезжать 5 утра из калгари опять про уже выйти полноценный поход и это даст нам шансы все же дойти до вершины в той стороне у нас будет гора корнвол которую мы не покорили свое время до которой мы не дошли из-за дождя это будет попытка номер два часть дороги мы уже знаем вот иду вот так босиком лично часть дороги мы уже знаем а часть еще нет ну сейчас у нас то есть легенький такой переход на ту сторону да хорошо максимально мелко давать хорошо что у нас ноги привычны к камням хорошо что у нас мы привычны к холоду ежедневные купания следует знать поэтому перейти в рот реку довольно таки упирайся палками хорошо джойс да ну так мы перешли вода реально очень холодная но пока мы перешли всего с удовольствием а не всего но почти полно речку перешли идем дальше а и так вот сейчас будет такой откровение посмотрим потому что на карте нарисована вода речка возможно будет речка не знаю какой глубины а может ничего не будет может быть просто будет камни потому что все же осень снега нету соответственно это может быть просто быть все напросто сухо мы совершенно спокойно сверху пройдем увидим мне кажется вариант номер один о том что все сухо и мы спокойно пройдем самый 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 да пока не так она ведь эльбур рибер мы пока мы явно суховатых идем по тропе видимо сколько да да видишь геба нам не нужно же перебываться разбываться снова воды нема красота потихонечку в своем горе да там буквально нам-то сегодня четыре километра в одну сторону там четыре километра в другую сторону 500 метров мы уже прошли даже больше осталось в мире три триста три четыреста осенний лес пахнет свежестью всем хом здесь явно серьезная свежесть важность высокая сюда как только найдем до кого там ручейка на ручейке повернем вправо и дальше уже только вверх 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 а потом посмотрим очень красиво обожаю дорогах конечно просто реально дорогу мотоцикле можно здесь вообще спокойно вот он ручеек понятно что сейчас он до осень все такие дела сейчас он пересох потому что он наполняется скрыть все только талой водой вот мы пересекли этот ручеек и сейчас мы уходим направо вот видим даже какой-то знак говорить о том что можно идти направо вот насильник это соска ну и дорожка пошла вверх самый кайф начался легкий подъемчик начался красивая тропа явно хоже что понятно девушка легкая просто поэтому и хоже поэтому много людей здесь ходит маршрут явно должен быть красивый насыщенный вот пахнет пахнет хвоей и пахнет горечью листьев осины наверно да тропинка конечно сейчас пошла резко вверх хороший наклон мощнейший очень приятный физически приходится включать много мышц для работы балдеж грибушка идет снизу чертыхается ему тяжко что говоришь да не наклон конечно бомбежный мне нравится хорошая тренировочка хороший день иногда я думаю зачем я столько трачу денег на различные препараты на различные бады изучаю кучу материала о развитии тела сохранений так далее вот можно сэкономить было бы купить себе чего-нибудь там не за мотоцикл уже давно давно но знаете вот сейчас я поднимаюсь у меня очень серьезный серьезный уклон и поэтому меня очень легкая дышка нормальная стоп плюс вес и ничего не болит и я кайфую еду и просто очень огромное удовольствие для получать удовольствие я бы не получать красота просто божественно поэтому нужно знать что кушать что употреблять и при этом оставаться полным жизни и энергии в тоже свои 40 плюс лет вот чувствую себя намного лучше чем в 20 или в 30 а потому что хороший образ жизни правильное питание нужные вещества и позитивно строить подъем закончится подъем не закончится подъем скоро закончится вот поэтому ущелье по этой дороге мы ехали на прошлой неделе на воде туда там мы пытались подняться на гору ховард не поднялись просто было очень мало времени вот в том озере мы купались отличная красивая очень холодная вода эльба рива извивается и вот 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 такая красота мы потихонечку хлебушка хочет привальчик где-то уже где-то около часа мы идем поэтому да пора привал я думаю самое время перекусить офигенная погода как я уже говорил офигенная тропа иду кайфую жизнь прекрасна сегодня кстати 25 день походов начиная с 28 апреля так что планирую что к 28 октября то есть в течение полугода у меня получится не менее 30 дней путешествия каждый шестой день я путешествую будь то это поездка будь то походы конечно америки ванкувер горы водопады какие-то прекрасные места и все это вот здесь в канале я просто балдею просто на девятом небе на девятом облаке когда агличане на седьмом небе по-русски на девятом облаке по-английски отчасти реально круто ну это просто красотища я не знаю что мне сейчас ждется но должно быть красиво красненько вот такая красотища очуметь в общем наш финальный путь мне кажется он находится вот там еще прямо по тропе здесь нам поднимемся а где сейчас у нас будет офигенный такой обрывчик вот и мы здесь сейчас перекусим там уже это глибас на подходе он идет немножко уставший у него сегодня такой тяжелый тренировочный день в процессе которого он должен подняться с рюкзаком для него это непривычно очень трудно но охотник у нас легенький с точки зрения дистанции но довольно интенсивный папа подъема давай сюда осталось немножко и привал ай какая красотень то вокруг это просто я не могу это описать это просто но просто божественно нам туда как я понимаю вот сейчас мы подойдем к этой последний подъем чеки там уже паром на то есть фактически дорога уже стала офигенно легкой и при этом гляньте какая красотин творится здесь с этой стороны по в общем завтра по идее нам вон на ту вершину хотя вот это вот глазгу вроде бы кажется выше то выше пару десятков метров может сотню вот и как мне кажется туда легче вот мы пойдем обойдем этот холмик туда потом ущелью если видите пойдем туда водопады мы знаем дорогу поднимемся по ущелью на ту седловину между этими горами и пойдем на корму таков план а там хер его знает как она будет а пока весь сейчас вот так моя жопа счастливая как никогда вообще такая красоте такая природа просто я балдею гибать поднимешь на воде потом рюкзак рюкзак конечно немножко убирает пыл глибонька давайте бегом либо потихонечку на шаг за шагом последний подъем и дальше все громче тебя может камеру не сможешь я в тебе верю и так любящее сердце отца не выдержала и он забрал рюкзак тяжелого сына ибо так сказать возложил тяжелый груст на свои плечи ну что же как же иначе это же детки наш но глеб боролся как мог как леп просто устал куда мы были с девушкой уже поднялись рюкзак на мне вот горячий этот рюкзак так греет все аж потеть начал и бежать чаще но скорость хоть бы не уменьшилась какие-то там 10-12 килограмм разве могут повлиять вообще красота дорога идеальная просто тропа офигенно идешь и кайфуешь да глеб классно да осталось минут 20 думаю все ему ему финиша сегодняшнего дня лак финиша вершины с которой еще все спускаться осталось каких-то там не знаю и 10 минут ходьбы и мы на вершине да дорожка все какая дрожка хребет приятный ровный идешь и кайфуешь и мы практически на вершине осталось каких-то пару десятков метров особый кайф это то что нету людей просто находишься наедине с природой ты и природа 2236 метров или там куда покорено впереди альбертинская степь прерии гора прерия горы лосей гора ховарда глазга корнволл мы идем туда глеб и вот такая красота глебом это сделали легчайший поход 6 километров в одну сторону и набор высоты я не знаю может метров 700 молодцы можешь можешь не вывешено здесь а там какая-то просто приколюха можно будет посмотреть вот мы подошли к этому строению и сам прикольно там ко мне сидят два ворона два больших черных ворона интересно видишь да где 22 черных ворона вот такая вот штука камушек и мы с грибочкой мы не красота конечно хочу походу у меня других лов моем арсенале нету красота 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 и так мы вот это камни нашли покажу коробку розовый армейской покрашены и вот там какой-то дневничок шоколадка ручка какая-то лекопластырь думали люди оставляют что-то на память на память чтобы вернуться в это прекрасное место и так наш наш мы покушали по отдыхали понапридали за воронами которые здесь живут два штуки таких красивых больших и теперь мы идем обратно вниз внизу нас ждет купание в ледяном озере шашлык и ночев в ля ночевка палатки вот на завтра завтра будет веселый день так что дорога вниз она всегда легче особенности коленки здоровы и если папа несет рюкзак дарил спасибо папе за то что несет рюкзак ну хорошо так окей все следующие кадры будут из того как мы купаемся в озере а потом живем шашлык всем всего замечательный день замечательная погода замечательные горы риск намного проще идти чем вверх и идем какие-то мысли крутится в голове или их вообще нету медленно спокойно дышим вдыхаем ароматы хвои они просто здесь божественные отличное место для того чтобы для того чтобы ослабить у меня мобильная связь появилась где-то условила для того чтобы расслабить свои мозги отдохнуть от как раз вот мобильных телефонов и социальных сетей отдохнуть от дикого темпа нашей жизни и и не нужно его медитации не знаю в общем прекрасно настроение замечательно как красиво туда дорога на петля и тут дорога там речка бьется озеро вот а мы видим и такой вот спуск красивый потихонечку по нему идем спускаемся потихонечку не спеша наслаждаемся прекрасной погоды ароматным воздухом и скоро скоро вас ждет наш кемпинг красота спуск продолжается остался последний этап крутого спуска и дальше уже все абсолютно ровная дорога очень красивый лес очень красивая тропа мне нравится и вот мы спустились аж немножечко грустно от того что такая красивая дорога закончилась до гриба вот этот ручеек пересохший и осталось отсюда надо еще с километр пойти по ровной дороге 15 минут и мы в автомобиле опять переходим речку иди первый игре пойдет первый потому что нас кого-то снять для экшена акшона хорошо ну иди 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 и 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 Чёрт ты думаешь, водичка холодная? Скажи. Не знаю. Ты же говорил, тёплый, да? Ну, возможно, чёрт его знает. Субтитры сделал DimaTorzok Вода ледяная. Тёпленькая, да? Да. Нормально. Ну-ну. Нормально ещё по колено. Иди, иди дальше. Да-да-да. Иди. Пошла. Ныряй. Просто ныряй вперёд на Гуйну и про твои пару метров. Ледяная. 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 Такой у тебя шульпу не было. Ещё будет. Всё. Оп. Итак, наша машинка стоит вот там внизу на паркинге. Вот как-то. Машинки стоят. Да, что там стоит? А наш, наш кэмп сайт вот находится здесь. Столик мы сейчас где-то здесь поставим палаточку. Пожарим шашлычок. Покушаем его слепом. Вот. И до утра вам отдыхать. А утром посмотрим. Чё-то как. Вот таким вот образом. Косок криво, лишь бы живо. Мы жарим шашлычок. Уже доели. Там уже поют. Вот наша палаточка. Вот тут уже кое-что. Поехали на двери. Рюкзаки сложили. Всё хорошо.